Молодежь, которая не желает отсиживаться дома, блуждая в дебрях интернета. Эти юноши-девушки предпочитают смело смотреть в будущее и задавать актуальные вопросы. Ответить на них, поделившись своим опытом, решила двукратный олимпийский призер, член общественной палаты Московской области Ирина Слуцкая. Встреча со знаменитой спортсменкой прошла в Щелковском районном культурном комплексе. В Щелковском районе это первая встреча с молодежным активом, скажем так. Ребята очень интересные, они очень активные, вопросы совершенно разные, которые касаются не только моей спортивной карьеры, которая завершилась, очень много вопросов про мою новую политическую деятельность. Скажите, какие бы вы могли дать советы для столь юной молодежи в начале, в развитии политики, если бы попланировали политику против? Обучение – это первая ступень к успеху. И после этого, конечно же, практика и совершенствование. И еще этим советом – никогда не останавливаться. Никогда не останавливаться – это как раз про Ирину Слуцкую. Многие знают ее как великолепную спортсменку-фигуристку, неоднократно добывавшую для российской сборной золотые медали мирового уровня. Однако, когда большая спортивная карьера заканчивается, немногие смогут смело шагнуть вперед и найти новую цель. Ирине Слуцкой это вполне удалось. Важной частью своей жизни считает общественную и политическую деятельность в качестве председателя комиссии Общественной палаты Московской области по развитию спорта. Теперь решила шагнуть и дальше – в большую политику. Планирует принять участие в предварительном голосовании 22 мая в качестве будущего кандидата от 17 округа в областной парламент и от округа номер 127 в Государственную думу. «Хочу помогать, потому что, наверное, это нормальная революция. Когда ты сначала пробуешься сам, а потом уже смотришь по сторонам, видишь людей, которым нужна помощь, искренне помощь». «Именно поэтому я решила попробовать свои силы и против предварительного голосования с дальнейшими избраниями в Государственную думу в государственную думу». На встречу молодежь озвучила немало вопросов. Кого-то интересовала спортивная карьера двукратной чемпионки, а кто-то попросил дать пару советов политической деятельности. Затронули и темы, касающиеся социально-экономического развития района. Поговорили о спортивной инфраструктуре, качество которой всегда волнует молодежь. Обсудили молодежную политику в целом. «Какие бы, например, предложения вы могли бы нам сейчас озвучить в рамках молодежной политики?» «Действительно очень важно, чтобы вы, наше будущее, не разлетались из нашего подмосковья. Потому что сейчас вы не учащите учиться в МВУ, а потом скажете, ну зачем нам это еще? А поеду-ка я куда-нибудь». «Мы очень хочется создать себе условия для того, чтобы вы же хотели вернуться к себе домой, чтобы вы прославляли свой город и чтобы у нас здесь было все на местах». Всего участие во встрече приняли порядка 200 ребят. Представители новой для Щелковского района организации молодежного медиа-центра пригласили Ирину Слуцкую провести мастер-класс как журналиста и политика. Член общественной палаты инициативу поддержала. Так что такая встреча не станет последней.